Китай Другие предполагают, что Китай Неизбежно ждет Снижения темпов роста И кризис Самые разные прогнозы До распада Китая От перехода к демократии До распада И самых негативных последствий Что можно здесь сказать Китай развивается очень быстро Это однозначно И Китай уже сегодня Экономическая сфера державы Это данности И Китай обречен быть Сферодержавой Но здесь очень важно понять Следующее Что как бы быстро не развивался Китай И даже если он обгонит Соединенные Штаты По воловому продукту Он не сможет полностью Заменить Соединенные Штаты Ни в военном отношении Ни в технологическом Те аспекты лидерства Которые сейчас есть в Соединенных Штатах Ни в инновационном Ни в культурно-идеологическом То есть Китай будет Сферодержавой неизбежно Но он не будет такой Сферодержавой Как Америка Которая сегодня Как бы одна Господствует в мире Это уникальная ситуация Потому что Америка Очень много функций Сосредоточила в себе Которые В будущем не повторятся Я вообще думаю Что в будущем Мир Он не будет иметь Одного какого-то Доминанта Представьте Что значит быть Первым лидером мира Надо предложить Какую-то Идеологию Которая бы Привлекала Другие страны А что может Китай Предложить Социализм Уже и в Китае Очень многие не верят Наоборот Западные ценности Там все больше Вовлекают Пока Несмотря на все Недостатки Демократия Западные ценности Остаются наиболее Привлекательными А на мой взгляд Страна Которая Ну Не может ничего Предложить И сама боится Революции В собственной стране Она Не может быть В этом плане Мировым лидером Я думаю Что Китай Если он пойдет По пути Нарачивание военной мощи Он проиграет Потому что Тогда неизбежно Экономический рост Сократится Не исключено Что Китай Такие амбиции Возобладают Но В общем-то Сейчас внешняя политика Китая такова Что Всю свою Внешнюю политику Он строит Через призму Своих экономических Интересов За исключением Таких вещей Как Тайвань Который Всегда был Основой Его политики И некоторых других Вся его политика Настроена На развитие Торговли На поощрение Экспорта Импорта Снабжение Его сырьем Какими-то Комплектующими Привлечением Капиталов И так далее Поэтому Я думаю Что такая политика Сохранится И в ближайшие Десятилетия Во всяком случае Это завет Дэн Саопина И если китайские Лидеры Последуют То будет так Я еще хотел Сказать О некоторых Вещах По поводу Источников Такого Быстрого Китайского Роста И тех Слабостей Которые Существуют Потому что О слабостях Не так Много Говорят Основные Движущие Силы Китайского Быстрого Роста Помимо Такой Правильной Политики Правильных Реформ Они Как раз Завязаны И они Составляют И одновременно Источники Его потенциальной Слабости Которые Уже Проявляются Первое Это Огромное Население Ну и территория Большая И Это Правление Коммунистической Партии Все успехи Связаны С коммунистической Партией Но движение Вперед Неизбежно Будет вести К ослаблению Ее Роли А это Как мы знаем По опыту Нашей страны Влечет Очень серьезные Трансформации И возможный Кризис Также Китай Китайскую Модель Часто Относят К разновидности Восточно-Азиатской Модели Которая Основана На быстром Развитии Экспортных Отраслей Дешевой Рабочей Силе Привлечения Иностранных Инвестиций И технологий Все это Есть в Китае Но в Китае Есть еще Некоторые Моменты Которые Особенно Проявляются И дают Особо Быстрый Рост Вот в отличие От того Что было Скажем В Советском Союзе Где была Плановая Экономика В Китае Центральное Правительство Сумело Создать Большой Интерес Супровинций Уездов И более Мелких Единиц В том Чтобы Очень активно Соперничать За привлечение Инвестиций Капиталов Развития Экономики Своих Регионов И за Быстрый Экономический Рост Потому что Это Показатели Это Возможности В Советском Союзе Не было Внутреннего Источника Роста Пока Центральное Правительство Как бы Нажимало Руководство Рост шел Как только Оно ослабло Движущие силы Исчезли В Китае Этот источник Есть Но это И слабость Потому что В Китае Очень существенно Переинвестиции Там Иногда До 50% В год От волового Продукта Вкладывают В накопление Это Очень большая Цифра И В результате Очень много Проектов Бессмысленно То есть Они не дают Нужной отдачи Отдача от них Падает Но в конечном счете Эти инвестиции Не могут продолжаться Бесконечно Значит Рост должен Уменьшиться То же самое Связано С экспортом Потому что Экспорт Сейчас Экспортный продукт Дорожает За счет того Что в Китае Население Начало стареть Оно будет В ближайшие 15-20 лет Старение Очень быстро Происходить Предполагает Что в Китае Лет через 20 Будет Одно из самых Старых населений В мире Вырастет Соответственно Затраты Государства На социальные Нужды Очень сильно Сейчас там Пенсионная система Она рассчитана На очень небольшое Число людей И растет Заработки Рабочих Соответственно Когда чуть-чуть Ощущается Нехватка Рабочей силы Или Пусть ее даже Не переизбыток Сразу Начинается Рост Заработка Идет вверх Цена Экспорта И соответственно Сокращается Экспорт И экология В Китае Ужасная экология Китай сейчас Главный загрязнитель Планеты Это как раз Одна из причин Почему Китай Не может быть Таким полноценным Лидером Мира Но трудно поверить Что главный Загрязнитель Планеты Мог бы На эту роль Претендовать Это всегда Возможность Очень жесткой критики Китай Сейчас первое место Занимает по выбросам Загрязнение воды Воздуха По числу людей Которые заболели От загрязнений И так далее Таким образом Экология Ухудшающаяся Демографическая ситуация Потому что Один ребенок В одной семье Уже Ресурсы Демографические Уменьшаются Переинвестиции И опасность Того Что население Начинает Роптать И требовать От правительства Все больших затрат Это все Очень сильно Затрудняет Развитие Китая И в ближайшие годы Я думаю Темпы роста Начнут снижаться Но я И там Многие ученые Предполагают Что где-то В 20-х годах Китай ждет Довольно серьезные Трудности Возможно кризис Если Россия Начнет снабжать Китай Сырьем Электроэнергией И всем остальным В активном количестве В активном объеме То Китай будет зависеть От России Не Россия От Китая Потому что Без этих поставок Китай сейчас Главный импортер Очень многих Тогда вывозят Например 500 миллионов тонн Железной руды И добывается еще Миллиард тонн Поэтому Китай Будет очень уязвим В отношении Этих вещей Поэтому Я считаю Что сырьевая карта Здесь для России Правильна Но Россия Конечно должна Всячески видеть То что делает Китай Не позволять ему Строить свой мост В Европу Как он делает Сейчас через Центральную Азию А всячески Использовать Геополитические Позиции России Как Путин Собственно Объявил Но мало объявить Здесь нужно Очень активно Привлекать Весь мир Я бы сказал К тому Чтобы Россия Действительно Стала мостом Между Тихим океаном Атлантическим И тогда Позиции России Будут уникальны Их трудно Будет изменить Субтитры создавал DimaTorzok